Тем, у кого нет возможности приехать в Болгар, можно начинать молиться по соглашению с помощью Акасти, не спрашивая у вас благословения. Скажите подробно, в каких случаях можно, в каких нельзя. Нужно ли брать благословение на чтение у другого священника или вопросы интересные? Эти вопросы интересуют многих, кто смотрит ваши проповеди через интернет. Так, да, нужно оговориться очень четко и ясно. Болгар не является единственным местом мире, куда нужно ездить. Можно не ездить сюда, это верно. Дальше. Можно ли молиться по соглашению с помощью Акасти, не спрашивая у вас благословения, лично меня? Конечно можно, конечно можно. Сам факт наличия церковной молитвы, это и есть благословение Божие. Если говорить о каких-то формальных вещах, но формальных таких духовных, церковных, то мы совершаем Акасти, мы это благословение наше правящего архиерея. Благословение епископа есть. Поэтому любой может взять так молиться. Но только вы и для специального благословения не надо, не обязательно. Ну, то есть сказать так, обязательное благословение нет. Но хотя православному хорошо все делать в благословении, не только молиться, все. Все-таки вот, вот мы это по соглашению, это некий подвиг, труд. Вы помните даже внешние причины, какие мы говорим, вот в этот день, в этот час обязательно, то есть уже усилие, уже не просто когда получится, а когда надо. Надо. Мы знаем, какие мы все. Слабенькие. Когда надо, вот под настроение всегда готов, а когда надо, не всегда готов. Поэтому хорошо благословиться, укрепиться в молитве благословением. Да. А при этом, как восхищение благословения, то в принципе не так важно. Не так важно. Вот. Но только я хочу сказать, помните, я говорю, что делает молитву? Молитвы по соглашению. Это то, что мы молитвы в то же время. Теми словами. И будучи связаны между собою поминовением имени. Вот имечко здесь, в то время, когда здесь совершается такая, здесь в центре это мальчик, это имя упоминалось. Ну, а как можно сделать, не приезжая? Чисто вот передать. Вот, например, ты решил, ты будешь вот так молиться, передал через кого-то, имечко записали, там пожертвование. В цель, кто-то поехал, привезли, заказали, вот, например. Ну, через почту присылают, например, вот к нам. Ну, вот по-разному. Да, можно и так. Можно и так.